В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Плюс один школьный стадион. Началась реконструкция спортивного объекта 12-й школы. Виват Россия во Дворце детского творчества прошел фестиваль солдатской песни. Саров против Спартака в Ледовом дворце вновь разгорелись хоккейные баталии. Далее расскажем обо всем подробно. Онкология не приговор. В рамках взаимодействия КБ номер 50 и помц ФМБА России в начале декабря наш город посетили ведущие специалисты Приволжского окружного медицинского центра. Врачи провели онкологический консилиум для саровчан. Подробности далее. Рак органов брюшной полости занимает третье место среди всех злокачественных новообразований. Раньше этот диагноз считался приговором. Но сейчас даже пациенты с четвертой и последней стадией успешно проходят лечение. С 2020 года клиническая больница номер 50 активно взаимодействует с Приволжским окружным медицинским центром ФМБА России. И организует в том числе консультативные приемы для саровчан. Мы проконсультировали сегодня 46 больных онкологического профиля по разным направлениям. И я надеюсь, что помогли местным докторам выбрать правильную тактику лечения. Непосредственно у меня на премии было 16 человек. Из них двое пациентов приедут в Приволжский федеральный медицинский центр для восстановительной операции. Еще четверо пациентов будут у нас обследованы и консультированы для дальнейшей мошутизации. Но остальные пациенты у них все ровно. И лечение назначено правильно. И замечаний никаких не было. Несмотря на плотное расписание, врачи-онкологи Дмитрий Комаров, Сергей Васенин и Николай Бобров проконсультировали пациента в тяжелом состоянии в реанимационном отделении КБ номер 50. На онкологическом консилиуме в поликлинике номер один специалисты ПОМС МФМБА России принимали как саровчан, которых они уже наблюдают, так и тех, кто обратился к ним впервые. Данный визит позволил мне получить информацию по поводу моего заболевания и возможности его излечения, так как я считаю себя не онкобольным, а онковыздоравливающим. Я считаю, что благодаря нашей медицине я, например, борюсь с онкологией седьмой год и чувствую себя живым человеком. В рамках визита врачи-онкологи Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России провели семинар для сотрудников клинической больницы. Они рассказали также о том, что с 1 декабря на базе ПОМС ФМБА России начал работать онкологический консилиум, на котором специалисты определяют тактику лечения пациента. В Нижнем Новгороде онкобольные могут пройти все необходимые обследования, химиотерапию и хирургическое лечение. А при необходимости лучевой терапии получить направление в Федеральный научно-клинический центр радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде. Анализируя результаты медицинской помощи, мы понимаем, что вот здесь, на территории Нижегородской области, в стенах Приволжского окружного медицинского центра, наши пациенты получают грамотную, качественную медицинскую помощь, специализированную, федерального уровня. В рамках взаимодействия двух медучреждений в Саров запланированы визиты и других специалистов Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России. Начались работы по реконструкции стадиона школы номер 12. Первый этап, который запланирован на текущий год, включает вырубку кустарника и планировку поверхностей для будущих плоскостных сооружений. Основные работы подрядчик проведет в следующем году. Комфортное, безопасное, оборудованное пространство для занятий физической культурой появится у учащихся 12-й школы. Работы по реконструкции стадиона уже начались. К первому этапу приступила компания «Монолит-сервис». В этом году планируется только вырубка кустарника, а также планировка поверхности для будущих плоскостных сооружений. Второй этап работ начнется уже в теплый период времени. Все работы по реконструкции к питальному ремонту планируется завершить к началу нового учебного года. В ближайшем будущем надеемся увидеть на нашем стадионе волейбольную и баскетбольную площадку, футбольное поле, беговые дорожки, малые архитектурные формы, которые помогут ребятам в накачивании мышц. Также стадион планируют оснастить системой освещения и видеонаблюдения. Это не первый объект, который реконструируют по программе обновления школьных стадионов. В прошлом году завершили работы на стадионе 7-й школы. Ранее под действие программы попал стадион 16-й школы. Сейчас спорт – это норма жизни. Здоровый человек, сильный человек – это счастливый человек. Я думаю, наши дети обязательно будут счастливыми, потому что у них будет такой красивый, новый, современный стадион. Антиковидных ограничений на новогодние праздники не предвидится, рассказали в Роспотребнадзоре Нижегородской области. Но в декабре может произойти резкий подъем заболеваемости гриппом и коронавирусом. Наслоение двух инфекций создает большие риски, отметили в ведомстве. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Помочь нуждающимся семьям Саровой окрестностей просит горожан гуманитарный склад Центра Милосердия. Сейчас особенно необходимы комод для белья для одинокой мамы с двумя детьми – кровать или диван. Низкоропортищиеся продукты, стульчики для кормления младенцев, детские и взрослые памперсы. Также постоянно требуются постельное белье, гигиенические средства, стиральная машина и холодильники в рабочем состоянии, ходунки и другие технические приспособления для инвалидов. По всем вопросам обращайтесь по телефону 77099. Хор «Капель» детской школы искусств завоевал гран-при в хоровом конкурсе «Музыка с тобой всегда» в Нижнем Новгороде. Руководитель Саровского коллектива Анастасия Ерофеева получила диплом за хормейстерское мастерство. Конкурсные прослушивания проходили в концертном зале университета имени Лобачевского. Вместе с саровчанами в средневозрастной категории приняли участие 15 хоровых коллективов. На стадионе «Икар» готовят большой каток. Работники наращивают ледяной слой, затем его разгладят. Как только убедятся, что лед полностью готов, то каток сразу откроют. Ориентировочно это произойдет 10 декабря, сообщает группа «Икара» ВКонтакте. Блестящее исполнение, патриотизм и любовь к своей родине во Дворце детского творчества прошел 21-й фестиваль солдатской песни «Виват Россия». В этом году его посвятили 77-му Дню Победы, столетию пионерии и специальной военной операции. Участие городского совета ветеранов в фестивале солдатской песни «Виват Россия» стало доброй традицией. В этот раз со сцены прозвучали песни «Журавли» и «Россия жива» в исполнении ансамбля «Ивушки» ветеранов 6-го микрорайона. Каждую композицию коллектив сопроводил с стихотворениями о родине и войне. По ансамбле много песен посвященных именно Великой Отечественной войне. Но вот эта песня, она нам нравится как-то больше по душе. И мы ее часто берем для исполнения. А другая песня, мы ее вообще очень любим – «Россия жива», потому что она соответствует нашему времени. 21-й городской фестиваль солдатской песни «Виват Россия» посвятили Дню Неизвестного Солдата, 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также столетию пионерии. Всего прозвучало 20 песен в исполнении солистов, дуэтов, трио и ансамблей. По традиции фестиваль собрал на одной сцене творческие коллективы молодых исполнителей и учащихся в вокальных объединениях учреждений города. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Патриотические, трогательные, пронзительные, эмоциональные песни фестиваля были разными. Ни одна из них не оставляла зал равнодушным. Помимо музыкальных композиций, на концерте прозвучали солдатские письма о войне и стихотворения в исполнении ребят. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. На сцене фестиваля «Виват Россия» выступили и семейные дуэты. В празднике песни приняли участие ветераны труда и военнослужащие Саровской дивизии Росгвардии, а также юноармейцы и военно-патриотические клубы. Юноармейцы задействованы в рамках данного мероприятия больше в группе поддержки. То есть подрастающее поколение пришло посмотреть, послушать песни, посмотреть на ветеранов, посмотреть на своих одноклассников, на своих сокомандников, если с кем они занимаются, и зарядиться патриотическим настроением на долгие-долгие годы вперед. После концерта прошло награждение лауреатов фестиваля и вручение памятных призов. Зеленый свет светофора, светлые одежды и светоотражающие элементы не гарантируют пешеходу безопасность. За две прошедшие недели на дорогах города произошло сразу несколько наездов на людей. Сотрудники ГИБДД призывают саровчан быть внимательнее, водителей притормаживать перед пешеходными переходами, а пешеходов убеждаться в безопасности движения. Ни зеленый сигнал светофора, ни светоотражающие элементы, ни зебра не спасают пешеходов от наезда автомобилей на дорогах Сарова. На прошлой неделе произошло очередной ДТП с пострадавшим на перекрестке проспектов Мира-Октябрьский. Вечером 28 ноября водитель Сузуки сбил женщину на регулируемом перекрестке. Пешеход переходила проезжую часть по зебре и на зеленый сигнал светофора. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы, переломы, в том числе и со смещением. Госпитализирована в больницу. А на улице Зернова еще один пешеход чуть не стал жертвой водителя, который ехал по встречной полосе и не пропустил человека на пешеходном переходе. Сотрудники ГИБДД составили рапорт об административных правонарушениях. Пешеходы, будьте внимательны. Даже если на светофоре горит ваш свет и все преимущества на дороге именно у вас, лучше лишний раз проверьте безопасность пешеходного перехода. Посмотрите по сторонам. Убедитесь, что машина остановилась. И только тогда ступайте на проезжую часть. Также в понедельник на улице Ключевой водитель Митсубиси не справился с управлением и съехал с дороги. Машина опрокинулась. В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка. Девочку осмотрели врачи скорой помощи и поставили диагноз – острая реакция на стресс. Всего на дорогах города за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД зарегистрировали 13 ДТП с материальным ущербом. Четыре ДТП с пострадавшими. Из них два случая – наезд на пешехода. Мастер-классы и открытые уроки от звездных наставников. Педагог Дыши Дарья Кварта приняла участие в первом всероссийском музыкальном фестивале «Во имя жизни», посвященном творчеству народной артистки СССР Александры Пахмутовой. Как правильно стоять на сцене, дышать, не сдавливая голос, передавать все оттенки и смыслы исполняемого произведения. В течение трех дней в Сочи звезды мировой, оперной, джазовой и эстрадной сцены проводили мастер-классы и открытые уроки для талантливых детей, а также студентов и молодых исполнителей до 35 лет. В мастер-классах выдающихся экспертов приняла участие педагог детской школы искусств Дарья Кварта. Вообще, конечно, это всегда интересно. То есть, в принципе, зимой оказаться, где тепло, это, конечно, тоже здорово. Но и вообще интересно встретиться с такими людьми. То есть, к ним вообще сложно попасть. Да, тут такая возможность, еще и бесплатно. Мастер-классы прошли в рамках первого Всероссийского музыкального фестиваля «Во имя жизни», посвященного творчеству народной артистки СССР Александры Пахмутовой. Просветительский проект рассчитан до 2030 года и будет проводиться в разных уголках страны. Его программа включает две секции – образовательный кластер и благотворительные концерты, чтобы гости могли вживую насладиться музыкальными шедеврами в исполнении ярких коллективов и артистов. Вообще отбор туда был по видеозаписям, то есть нужно было отправить свое видео и потом уже приглашали, кого они выбрали. Было более 2,5 тысяч заявок из 66 регионов России и отобрали всего 80 человек. Но в итоге даже и 80 не приехали, кто-то заболел. Завершилась программа торжественным гала-концертом на сцене Зимнего театра. Там выступили ведущие исполнители столичных театров, лучшие коллективы России и музыканты эстрадного и джазового жанров. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Борьба, эмоции, натянутые нервы, радость, волнение и переживание. В выходные хоккейный клуб Саров провел очередной домашний матч. Соперником нашей команды стал Павловский «Спартак». Подробнее об игре расскажем в следующем репортаже. В первые минуты матча хоккейный клуб «Спартак» повел в счете и забросил шайбу в ворот Сарова. Хозяева льда смогли отыграться только ближе к концу периода. На перерыв команды уходили при счете 1-1. Во втором периоде «Спартаковцы» вновь повели, забив еще четыре шайбы. «Саров» же смог отправить в ворот соперника только две. Но в третьем периоде «Саровчане» собрались и забросили «Спартаку» 8 безответных шайб. К сожалению, мы уступили сегодня. Соперник показал хорошую игру, но на то есть объективные причины. Поэтому мы сделали, что могли, отдали все силы. Поэтому, к сожалению, третий период получился не совсем такой, как мы хотели. Там упустили мы нить игры, возможно, зацепиться. Поэтому мы проиграли матч, но, в принципе, хороший матч показали. Из-за травм нескольких игроков «Спартака» не смогли выехать на матч. По сути, соперник играл без еще одной пятерки. Хороший хоккей показал вратарь павловской команды. Два периода он блестяще отбивал от Аки Сарова. Тем не менее, как рассказали наши игроки, они просто не могли уступить на домашнем льду и расстроить болельщиков. Болельщиков очень собирается много. Огромное им спасибо. Они нас тянут вперед. И вот за счет этого мы в третьем периоде смогли переломить ход игры и выиграли. Итоговый счет игры 11-5. В выходные Саров встретится с Акой из Павлова. А 17 декабря наши игроки приглашают болельщиков на домашний матч. Саров встретится с ХК Сеченова. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть в группе канала 16 ВКонтакте и на канале Саров 24. Для лиц старше 12 лет. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры сделал DimaTorzok